С 22 по 27 июля в Шукшинские дни на Алтае состоится 16-й Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. Он проходит в год 85-летия Василия Макаровича. Год юбилейный, а потому должен быть особенно запоминающимся. Подробнее об этом поговорим с одним из организаторов фестиваля. К нам в гости пришел Владимир Кузнецов, директор Алтай-киноцентра. Владимир Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости и с наступающим Вас большим таким фестивалем в честь 85-летия. Спасибо. Конечно же, то, с чего Вы начинали в 1999, если мы не ошибаемся, и то, чем фестиваль является сейчас, разные вещи. В принципе, уровень несложно сейчас держать такой, поддерживать уровень? Держать уровень всегда сложно, так прямо скажем. Тем более, в этом году на самом деле год юбилейный, год особо ответственный для нас. И по количеству фильмов, которые включены в программу, и по количеству гостей, которые приедут в этом году, и по тому, что поменялась структура кинофестиваля, конечно, приходится в этом направлении работать, подстраиваться как-то, решать очень много организационных вопросов. Но, тем не менее, мы думаем, что фестиваль пройдет у нас на хорошем, достойном уровне в этом году. Ну, это понятно. То есть, мы держим кулачки, что все... Мы кулачки держим, да, и мы... Кулачки держим, да. Картины, самая главная программа. Что интересного, какие шедевры заявлены в программе? Потому что всегда... В этом году, как никогда, много фильмов. Всегда было 5-7. В этом году 11 фильмов конкурсной программы. Это несмотря на то, что несколько фильмов нам пришлось еще как бы отсеять, с сожалением. Но, тем не менее, уже и так программа очень большая. Из них два зарубежных фильма. Это фильм «Шал. Старик». Ермека Турсунова. «Казахстан». И фильм «Бабу». Белорусский фильм Виктора Бондаровича. Ну, и кроме этого, у нас есть наши отечественные фильмы. Есть фильм «Свердловская киностудия. Золото», где в главной роли снялся Сергей Безруков. Есть фильм «Путевка в жизнь», где в главной роли снялся Сергей Гармаш. «В ожидании моря» с Егором Бероевым фильм. И так далее, и так далее. То есть, «Иуда». Очень интересный фильм. Это экранизация «Иуда Искариота». Вот. Знаменитой книги. Так что, я думаю, что есть еще выбрать и посмотреть. Не, ну, это ведь тяжело взять, Владимир Сергеевич, да, вот из-за такого обилия фильмов, вот выбрать вот десятку, не знаю, со скрипом, наверное. У нас, к сожалению, один главный приз только. У нас один главный приз. На других фестивалях есть там «Золотой витязь», там «Серебряный», «Бронзовый». У нас один главный приз. За один лучший фильм. И, конечно, жюри будет очень трудно вот из этого обилия, из этих 11 фильмов выбрать один фильм, самый лучший. Но это у нас каждый год так случается. Хотя у нас, бывает, мы еще и проводим опросы зрителей, там и зрительские симпатии. То есть, как-то в «Окспопуле» вы как-то прислушиваетесь к «Гласу народа», что называется, да? Прислушиваемся, да, и в этом случае. Но основное определяет жюри. Главный приз, кинофестиваля. Кстати, кто в жюри, каким образом все это у вас происходит? Вы спорите или какое-то тайное голосование? Ну, я так не хочу за эти кулисы вас как бы сильно... Ну, давайте немножко заинтригуем зрителей. Заинтригуем, да. Сильно не буду рассказывать, но, в принципе, каждый высказывает свою точку зрения. У председателя жюри есть два голоса, у остальных членов жюри по одному голосу. Туда входят наши члены Союза кинематографистов. У нас здесь на Алтае есть отделение Союза кинематографистов России. Там режиссеры, киноведы. Там будет работать у нас в этом году и гармаж Сергей Леонидович в жюри. И будет работать у нас редактор, которая работала на фильме «Калина Красная». Будет членом жюри. В общем, уровень рефери в любом случае... Достаточно высокий, да. Достаточно высокий, да. Вот, кстати, вы заговорили о различных витязях, названиях, о других кинофестивалях. Вот, ну, скажем, нас спрашивали, почему бы Шукшинский кинофестиваль не назвать каким-то одним таким вот названием? Скажем, как мастер по названию Сюиты Эдуарда Артемьева. Или там, как вот орлы, всякие медведи и так далее. Глобусы называются же. У нас есть очень хороший девиз фестиваля «Нравственность есть правда». Это слова Шукшина, и мы по этому девизу как бы и называем наш фестиваль. Фестиваль, он есть, шукшинский. Это слово останется даже на будущий год, когда мы будем называться уже Международным Шукшинским кинофорумом. Он уже сейчас по сути международный, но... По сути, он международный, с будущего года он будет называться уже не кинофестивалем, а кинофорумом, Международный Шукшинский кинофорум. У нас есть имя мастера Василия Макаровича Шукшина, оно у нас присутствует в названии, и есть девиз фестиваля. Слова Шукшина «Нравственность есть правда». Вот по этому принципу, собственно, и проходит. Да, по принципу и мы отбираем фильмы, фильмы, которые близки по духу творчества Василия Макаровича Шукшина, и которые соответствуют вот этому девизу. Вот огромное количество гостей было заявлено на фестиваль еще давно, еще и в прошлом году уже начали ходить об этом много слухов, много разговоров. Вот только не все смогут приехать, насколько нам известно, если мы не ошибаемся. Ну, не все смогут приехать, да, но те, которые приедут, уже, скажем, довольно достойно. Это уже я называл Гармаш Сергей Леонидович, да, это Скляр Александр Феликсович, вот который будет судить музыкальную часть, он будет работать в жюри у нас, да. Это Нина Усатова, наша землячка, великолепная актриса, популярная, много снимающаяся, вот. Это Цуркан Александр Иванович, актер театра на Таганке, заслуженный артист России, он тоже много и часто снимается в фильмах. Это его супруга, актриса Неволина, вот, Наталья Владимировна, тоже довольно известная актриса. Это будет... Мария Федосеева-Шукшина сама не сможет, да. К сожалению, в последний момент она сообщила, что не сможет. Белорусский режиссер Бондарович Виктор Ильич, который представит белорусский фильм «Бабу», будет у нас. Протерей Александр Новопашин из Новосибирска, вот это уже новая генерация священников прошла, батюшек, священник, который... Кинематографистов, да. Да, он служит в том храме, где когда-то была Новосибирская киностудия располагаться, и, видимо, какие-то бациллы там остались. Это символично очень. Да, батюшка стал снимать кино. Он снял игровой фильм, который, меня это не касается, называется фильм, он участник нашего кинофестиваля. Он такой очень социальный фильм, вот, антинаркотический такой. Антинаркотический, да. Наш земляк Вадим Арапов представит фильм, я хочу, чтобы меня любили, он кинорежиссер довольно известный, много снимает. Вот, так что у нас гостей достаточно много будет, и очень знаменитые документалисты. Сергей Миршниченко будет, да, последний фильм очень, накануне Олимпиады показывали «Философия мягкого пути», его фильм, да. Вот, «Крестьянская история» по программе культуры шел Валерий Тимощенко, знаменитый фильм. И он тоже будет. Он тоже будет, да, и Валерий Тимощенко приезжает к нам. Прямо кинобомонт такой собирается. В этом году очень много будет у нас гостей, поэтому очень интересный будет фестиваль. Ну, и такой последний вопрос. Фестиваль документального студенческого кино, который тоже проходит, да, в рамках «Шукшинских дней», он какое имеет все-таки место? Вот здесь вот, он младший брат. Нет, это полноценный участник «Шукшинского кинофестиваля». Ни младший брат, ни какой, это полноценный участник. То есть, как на каждом уважающемся кинофестивале, у нас теперь программа игровых фильмов, программа документальных фильмов, программа студенческих фильмов. Причем программы делятся игровые полнометражные, игровые короткометражные, документальные полнометражные, документальные короткометражные. студенческие фильмы, тоже там и игровые, и короткометражные, и всякие. И у нас документальных фильмов порядка сорока в этом году. Жюри предстоит огромная работа. У нас два жюри. Жюри документальных фильмов и жюри игровых картин. Вот по игровым картинам я вам назвал. В программе документальных фильмов там в жюри у нас будут Юрий Шилдер, Сергей Мирошниченко работать. Ну, опять-таки, как бы сплошные имена. Именно поэтому, наверное, Владимир Сергеевич, в следующем году это будет форум. Потому что все, что вы перечисляете, это уже не ограничивается одним отдельным фестивалем. И в рамках мы планируем проводить и круглые столы, и мастер-классы, и очень много других мероприятий, которые будут очень интересны нашим зрителям. То есть в 85-летие Василия Макарыча станет таким трамплином. И дальше я планирую, что фестиваль будет набирать обороты год от года. И думаю, что это действительно для имиджа нашего Алтайского края очень важное такое мероприятие. И для зрителей, особенно для зрителей, то, что мы делаем, это мы делаем не для себя, а для зрителя, чтобы люди ходили, смотрели хорошее, настоящее, наше российское и зарубежное кино, и документальные фильмы, чтобы смотрели. Вот это вот наша основная задача. Владимир Сергеевич, ну, я так думаю, вы ее успешно и выполняете. Вам удачи в проведении вот этого всего запланированного. Это очень замечательно. Спасибо огромное за то, что пришли к нам в гости. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Кузнецов, директор Алтай-киноцентра. Мы говорили о 16-м Всероссийском Шукшинском кинофестивале, который пройдет с 22 по 27 июля в кинотеатрах Алтайского края. Не пропустите.